Здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу поговорить о корнеобразовании. Из чего же образуются корни при черенковании? Вопрос очень интересный, так как я вижу часто многие используют при черенковании корневин, либо какие-то гелевые препараты, либо просто жидкими растворами поливают. Все это якобы ускоряет корнеобразование. Дело в том, что корни не образуются сами по себе. Корни образуются из специализированной ткани, которая называется каллюс. Но каллюса на самом деле в растении нет. Эта ткань образуется как раневая вследствие повреждения растения. То есть когда мы срезаем черенок, мы конечно удаляем корни. То есть как органа корней у растения нет. У растений очень развита способность к регенерации. То есть растение самостоятельно из собственных ресурсов дает нам новую корневую ткань, которой и продолжает дальше питаться. Очень полезное свойство, скажу я вам. Из всех живых организмов только в царстве растений такая способность имеется. Ни в царстве животных, ни в царстве грибов такого нет. Очень было бы, конечно, замечательно, что у нас вместо, допустим, сломанной руки выросла просто новая рука. Либо вместо зуба вырос поврежденного зуба. Мы его удалили, из этой лунки вырос новый зубчик. Но однако нет. Такое подвластно только растениям. И вот этой особой способностью мы можем пользоваться с огромным успехом. Итак, колюс. Колюс возникает в месте среза, как раневая ткань. Это скопление недифференцированных клеток, хаотично разрастающихся, из которых потом образуются корешочки. Вот я здесь приготовила вам для ради показа вот такие вот череночки герани. Это ампельная герань. Так, сейчас сфокусируемся. Вот. Вот на самом конце, на самом срезе, плохо видно, есть вот небольшие такие наплывы, наросты. Ну, здесь только колюс начал образовываться, потому что вот вы видите, небольшие почечки, совсем махонькие почечки, но череночек живой. Так, вот на этом, вот здесь вот видно, срез почти сухой, то есть он не почти, а сухой, субстрат почти сухой. Но образование колюса, тем не менее, происходит вполне успешно. То есть чуть-чуть такой рубчик, как бы вот сам серединки срез темный, а вот под кожицей такая светленькая полосочка, вот видно. Очень нужно присмотреться. Вот это и есть колюсная ткань. Это начало. Так, а вот здесь вот я приготовила уже, пожертвовала очень хороший сорт. Вот здесь вот видно, давайте вот так вот лучше под цвет, вот здесь вот видно нарост. Фокусируйся. Камера не понимает, что я хочу приблизить. Давай. Вот. Вот здесь вот внизу нарост, хороший такой мозольчик еще некоторые так называют. И отсюда уже пошли корешки. Вот. Вот с этого места. И еще хочу обратить внимание, некоторые при черенковании пеларгонии плющелистной оставляют снизу узел. Якобы оттуда пойдут корни. То есть как бы вот из такого вот места. Вот из места, где... Вот, замечательно видно. Вот, смотрите. Вот сейчас я его поворачиваю. Вот отсюда вырастают корешочки. Вот он, хорошее место, где много колюсной ткани. Опять ушла. Ну, в общем, понятно в принципе. Так вот, смотрите, здесь нет никакого узла. Здесь просто обычный кусочек ствола. Обычный кусочек. То есть для образования колюса, образования корешков в плющелистной пеларгонии не обязательно в почву, то есть в субстрат закапывать именно узел. Не оттуда образуются корни, образуются они на кончике среза из калюсной ткани. Вот из этой раневой ткани образуются шикарные корни. И так у многих растений, да практически у большинства. Посмотрите, вот здесь вот мы стоим рядом с укоренившимися черенками. Вот какие корни. И уверяю вас, это бегонии. Уверяю вас, у них точно такая же картина. То есть образуется корневая ткань именно из вот этого недифференцированного комка клеток. Вот здесь вот тоже, ну, немножко он политый, поэтому здесь не видно. Корешки уже тоже пошли. И у этих бегоний то же самое. И вот у этих петуний картина будет одна и та же. Вот, если мы вскроем ее и распотрошим субстрат, обтряхнем, мы увидим такой же точно нарост. Из которого образовались корешки. Какие нужны условия для успешного образования вот этой вот калюсной ткани, которая нам впоследствии даст настоящие корни. Для этого не нужен корневейн и прочие укоренители. Для этого нужна фаза развития растений. Вот сейчас я хочу вам показать. Вот пример компанула. Ну, мы начинали черенкование, черенкуем просто на примере компанулы. Вот компанулка у нас вот такая вот. Вот, она начала цвести. Вот у нее вот такие побеги. Вот она такая вся раскидистая, хиленькая. Всего-то тут 4 нормальных побега. Вот и каждый собирается цвести. То есть один уже зацвел и вот. Как бы такое растение, как бы не старайся, оно не укоренится. То есть в данном растении гормональный фон направлен именно на то, чтобы растение цвело. Чем бы мы не подкармливали там специальным корней, хороших черенка, мы здесь не получим. Что сделать? Нужно убрать цветоносы. Нужно отсечь цветущую часть для того, чтобы растение стимулировало образование гормонов роста. Это так называемые ауксины. Кстати, в составе корневина как раз и входит группа ауксинов. Это синтетические ауксины, которые при применении как раз стимулируют корнеобразование. Но дело в том, что когда в растении они образуются естественным образом, применять корневин нет смысла, просто нет смысла. Либо что-то другое. Они, ну, я считаю это нецелесообразно даже экономически. Потому что когда мы можем сделать с растением, стимулировать в растении непосредственно свою выработку фидогормонов, это будет гораздо эффективнее, чем применять специально порошочки. Так, как же мы поступим? Мы берем секатор и просто обрезаем вот эти все цветущие побеги. Вот этот, кстати, побег тоже собирается цвести. Мы его можем просто укоротить. Вот здесь, кстати, уже побеги вегетативные начали расти. Вот этот вот очень длинный, мы его вот так вот аккуратненько все равно укоротим. Вот этот цветущий убираем напрочь. Он здесь уже был обрезан. Убираем. Вот эти вот видно вот здесь вот в пазухах. Вот в пазухах пошли вегетативные побеги, то есть не цветковые. Вот это мы можем спокойно срезать. И с этой стороны точно так же. Вот это все, все забралось цвести, мы это все убираем. Можно пока вот в таком состоянии оставить. Во-первых, какой эффект? Во-первых, вегетативный рост начинается. То есть растение получает сигнал, цвести уже не надо. Надо просто дальше размножаться. Каким образом? Там нужно, значит, нагонять вегетативную массу, то есть новые побеги. А потом мы их уже дальше будем стимулировать цвести. Это растение так как бы рассуждает на гормональном уровне. В нашем случае нам только на руку, если будет побольше образовано вегетативных побегов. Вот результат подобной обрезки. Вот результат. Это было растение обрезано раньше, недели, наверное, три назад. И вот видите, уже очень много, вот очень много молоденьких вегетативных побегов, не цветущих. Вот эти вот побеги маленечко подрастут, растение распушится. И если нам нужно взять черенки, мы можем спокойно это сделать. Что я и сделала вот с этим растением. Оно также было простимулировано. Я взяла максимальное количество черенков. Как видите, я его просто оставила лысым. Ну, мне нужно было очень много черенков. Их я все посадила. Вот такой вот рыхлый субстрат на основе торфа. Вот они. Все посажены. Как садить компанулу я уже показывала в видео. Вот это результат посадки прошлого. Я показывала, вот он портершлаг. Вот он себя прекрасно чувствует. Вот это вот жених махровый. То есть компанула форма махровая голубая. Тоже себя прекрасно чувствует. Причем поливала я их единственный раз где-то дней через пять. Вот, собственно, то, что мы в прошлый раз. Жених Цирилла или колокольчик неаполитанский. Вот он прекрасно себя чувствует. Причем он не палит ни единого разу со времени черенкования. Черенковала я его десятого, а сегодня пятнадцатое. Ничего с ним не случилось. Он абсолютно даже не завял. Он не находится в тепличке. Он находится вон там. Вот видите, под столами. В таких вот пложках у меня находятся черенки. Вот это вот. Здесь сбор разный. Здесь биколор. Здесь есть немножко жених махровый. Колокольчик равнолистный. Тоже ни разу не палит. И видите, у них субстрат уже такой светленький. Вот сейчас эти я чуть-чуть, совсем по капельке, полью. Причем, опять же, полью просто чистой водой. Не применяя никаких ни стимуляторов, ни удобрений, ничего. Потому как нам главное нарастить колесную ткань. Это тот самый мозольчик на окончании череночка, который впоследствии дифференцируется в настоящую корневую ткань. И как только корешки переходят на собственное питание, вот здесь вот уже, пожалуйста, можно использовать удобрения. Ну, без удобрений невозможно вырастить прям хорошие, красивые растения. Кормить все равно растения нужно, потому как субстрат, в котором мы укореняем, он совершенно не содержит никаких питательных веществ. И когда растение уже получает корешки, ему, конечно, необходимо для наращивания вегетативной массы питание. Ну, об этом мы скажем в другой раз. На сегодня моя тема исчерпана. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях. Обращайтесь, будем снимать дальше. Если вам понравилось и вы считаете это полезным, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И следите за обновлениями. Всего доброго, до свидания.